Здравствуйте! Собираемся на информационную пятиминутку, чтобы вспомнить, услышать, узнать и обсудить. Одним словом, подвести итоги прошедшей рабочей недели. Новая Каховка рыдает и хоронит погибших при обстреле ВСУ. Северная Корея высказывает свое мнение и признает Донецкую и Луганскую Народные Республики. Теперь купить или продать автомобиль можно прямо на госуслугах. Полиция на коне. В Севастополе возобновляется конное патрулирование. Гибель на заброшке и убийство. Когда откроется для посетителей пещера Таврида? Об этом и не только. Расскажу вам прямо сейчас. В ночь на 12 июля ВСУ нанесли удары по новой Каховке. Погибли два человека, ранены 97, пропали без вести. Кроме того, разрушены или частично повреждены 248 магазинов и объектов торговли, 65 жилых домов, 15 складских помещений, 4 учебных заведения, 3 завода и 2 медучреждения. Раненым в результате обстрела города выплатят по 400 тысяч рублей. Семьи погибших получат по 2 миллиона. На этой неделе Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Таким образом, КНДР стала пятой страной, которая считает Республики Донбасса независимыми государствами. В ответ на это МИД Украины сообщил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Пхеньяном. Пхеньян ответил насмешкой, мол, Украина не та страна, которая вправе говорить о суверенитете. В Крыму на этой неделе активно обсуждались выплаты компенсации пострадавшим от потоплений. На эти нужды выделено более 28 миллионов рублей. Пострадавшими были признаны 2292 человека в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах. По словам Сергея Аксенова, жители районов должны получить деньги уже на этой неделе. Крымской столице до конца следующей. А вот Ялта получила полмиллиарда на восстановление после прошлогоднего потопа. Деньги выделены из Федерального резервного фонда, их потратят на ремонт дворов в городе. Сильные ливни обрушились на Ялту 18 июня 2021 года. За сутки выпали три месячные нормы осадков. Тогда летние потопы в Крыму, в Керчи, Ялте, Бахчисарайском, Ленинском и других районах признали чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Теперь на госуслугах можно продавать и покупать автомобили. Условие лишь одно. У обеих сторон сделки на мобильном устройстве должно быть установлено приложение Госключ. Сервис для автовладельцев создан Минцифры совместно с МВД. Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн. При этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге. Среди преимуществ новшества встроенный шаблон договора купли-продажи, в котором уже заполнены все данные сторон. Не требуется очная встреча участников сделки. Помимо этого, в процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге. Впервые за сто лет в Севастополе начнет работать конный патруль. Он будет патрулировать Парк Победы. Планируется, что уже в августе севастопольские блюстители порядка заступят на дежурство верхом на коне. Что же касается морского парада в Севастополе, он может состояться. Морская часть праздника готовится, а подробности находятся в формате проработки. При этом каких-либо окончательных решений об отмене или проведении парада пока не принималось. Рубрика «Криминалы и происшествий», как всегда, не пустует. Прогулка по заброшенной постройке в Мане закончилась трагедией. Железобетонная глыба убила 12-летнего мальчика. Его брат доставлен в больницу. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. В Ялте квартирант убил 81-летнего хозяина квартиры, потребовавшего оплату за жилье. Ялтанец в течение 10 лет арендовал у потерпевшего квадратные метры. После того, как хозяин квартиры потребовал отдать долг, 49-летний должник попытался решить спор кулаками. В результате от травм потерпевший скончался. Другой конфликт также закончился убийством. В новогоднюю ночь что-то не поделили супруги из села Мирное Симферопольского района. Мужчина убил жену, затем расчленил ее тело и закопал останки в лесу. Теперь за содеянное, после завершения следствия он предстанет перед судом. А вот педофил из Ильичева уже приговорен к 13 годам лишения свободы. Мужчина неоднократно насиловал малолетнюю девочку в машине, но свою вину признал только частично. Романтические медвежатники вытащили из сейфа в Симферополе более миллиона рублей. После кражи 18-летние взломщики рванули на курорт с девушками низкой социальной ответственности, которым перепало 200 тысяч. Однако кураж был мимолетным, очень быстро молодчики оказались в СИЗО. А ведь могли провести время с пользой для себя. Например, совершенно бесплатно сходить в музей. К слову, по субботам до конца лета крымские музеи будут бесплатно принимать посетителей. И еще одна важная новость для отдыхающих и любопытных. Пещера Таврида откроется для посетителей уже 20 июля. Так что тратьте время с пользой для своего развития. А я прощаюсь. До скорых встреч, теплого лета и хороших вам новостей.